Прозвенели колокольчики, и четкий голос сказал из динамика, что сейчас в кинозале начнется фильм, просьба отключить мобильные телефоны. Из-за стендов и из высоких дверей потянулся народ. «А нам обязательно нужно смотреть фильм?» — спросил Антон. «Или мы просто звездное небо увидим, и хватит на сегодня высшего образования?» «Мы вообще-то именно на фильм шли. То есть я думал, что будет лекция, а оказалось, это научно-популярный фильм», — сообщил Гриша мрачно. «Но как хотите». Вид у него был расстроенный, и Маруси стало его жалко, хотя еще больше было страшно, что Антон соскучится и уйдет, и все закончится. «Конечно, пойдем», — сказала она торопливо, — «да это, наверное, и не слишком долго». Сверяясь с билетами, они пробрались на свои места, и тут Антон довольно громко спросил, продают ли здесь попкорн, и со всех сторон на них уставились зрители с осуждением. «Где ты его взяла?» — шепотом спросил Гриша, когда они уселись. Маруся посередине. «Пятикантроп какой-то». Она дернула плечом и покосилась на Антона, который весело возился в кресле, устраиваясь. «Зачем мы сюда приперлись?» — спросил он у Маруси, перестав возиться. «Это же паноптикум какой-то». «Тише», — сказали сзади. «Сейчас кино начнется». Антон засмеялся. «Расскажу на работе, не поверит никто». Хотя он вытащил телефон и стал щелкать. «Взорвем Инстаграм, а, Марин?» Свет в зале медленно погас, и на большом вогнутом экране появились звезды. Сначала их было не слишком много, они дрожали и мерцали, а потом стали как будто приближаться и надвигаться, и показалось, что там, внутри экрана, их миллиарды. «Приходилось ли вам, — выговорил отчетливый дикторский голос, — подняв глаза к небу, увидеть не бесконечно холодное спокойствие космоса, а нечто странное, необъяснимое, ужасное, но, быть может, ожидаемое?» Маруся, как зачарованная, смотрела на звезды, которые все приближались и приближались, и их становилось все больше. Тут сбоку экрана появились какие-то круги. «Эта фотография была получена группой уфологов, специалистов по внеземным цивилизациям, несколько дней назад. Неоспоримое доказательство существования высокоразвитой инопланетной расы». «Какое же это доказательство?» — изумился Гриша довольно громко. Сзади его взяли за плечо. «Вам неинтересно, не смотрите. А нам не мешайте». Гриша нетерпеливо кивнул и подался вперед, но досмотреть загадочный фильм им было не суждено. Круги на экране становились все отчетливей, и в них уже можно было рассмотреть какие-то объекты, когда вдруг откуда-то из середины зала раздался даже не крик, а вопль. «Спасайтесь! Бегите!» Маруся уронила розовую сумочку, Антон проглотил жвачку и закашлялся, а Гриша обернулся и вскочил. Какой-то всклокоченный мужчина позади них голосил, указывая дрожащей рукой на экран. «Это не просто пришельцы! Вселенский заговор! Началось!» Эти объекты были зафиксированы Тибетской обсерваторией в начале зимы. «Расстояние до них составляет примерно 70 парсеков», доносилось с экрана. «То есть примерно 3,1 на 10 в 13 степени километров». «Бегите! В горы к воде! Это гибель!» И мужик вцепился себе в волосы, словно собираясь их вырвать. В зале волновались и пошумливали, фильм никто не смотрел. «С ума, что ли, сошел? А где охрана? Есть здесь охрана? Да вы видите его кто-нибудь!» «Психовозку надо вызывать!» Уже кто-то коротко хохотнул, и какая-то мамаша за руку потянула испуганного ребенка к выходу. «Так положено, да?» осведомился Антон. Ему было весело. «Это часть представления?»